так друзья это вторая серия напомню как-то речь шла на статье знаменитого уральского садовода вот, фамилию решил не назвать, потому что учитывая возраст, я на данный момент не знаю жив он или нет постараюсь общаться как с живым значит здесь речь идет о том, что сейчас я просто листаю и говорю итак, если разделить дерево на три части, верхнюю, среднюю, нижнюю то в каждой части окажется свои свойства штамба, веток, листьев, плодов и семян, которые получаются из плодов вот, мы с вами проговорили 25 минут и остановились вот здесь вот, приближается момент истины это не шутки, это все серьезно вот, напомню, что все эти исследования проводились у известных ученых в Молдавии а наш уральский садовод знаменитый просто их это их интерпретировал и как бы сказать перевел на нормальный язык мы остановились вот тут и вот эту вот фразу я еще раз подчеркну это он, этот товарищ, вот, которого мы называем выше написал следующее он цитировал статью, ну, как бы переводя на русский язык, на простой жаль, что я не прочитал раньше указанное в высшем печатном материале по абрикосу и не увидел данное сообщение молдавских ученых а то бы обязательно использовал для выращивания плодовых растений и семена и косточек только из верхнего яруса кроны поскольку брал их в большинстве случаев из урожая плодов из собственного сада при этом была бы большая вероятность получения не только морозойков зимостойского а хорошо плодосящего дерева с хорошим количеством плодов но и растения с высокой засухоустойчивостью что, как показала прошлогодняя высочайшая засуха не менее важно у нас вот, статья в райском садоводе и еще раз вот это я выделю обязательно бы использовал семенные косточки только с верхнего яруса вот, а наша реакция такая я напомню, что мы писали книгу с Курдюмом с Курдюмом мы ее написали были разногласия тут такой ценный материал но материал этот Курдюмом прислал нам на разборку вот, мне, я Латинкову потом мы написали эту общую статью вот она Ю-В, Юли Латинков и В, Ж, Юли Латинков в тяжелом состоянии реанимация и тут как раз случайно отслушая эту статью решил ее тоже так же, как это сделал В, Ж, и Б, Ж я решил ее перевести уже на разговорный язык поехали дальше и так Как там получился верхний ярус и причины, по которым, и факты, по которым надо брать косточки оттуда. Они будут и мощнее, и морозостойче, и прочее, и прочее. В смысле саженцы из них. Это всё мы проходили первую серию, они рядышком. Посмотрите, кто начался второй. Итак, наше мнение. Вот оно, решающий момент. На последний момент в тексте нет упоминания о том, на каких именно деревьях проходят исследования, привитых или нет. Но склоняемся к мнению, что на корне собственных. Иначе вся картина была бы описана с точностью внимания наоборот. Безусловно, для Молдавии эти исследования имеют практически смысл. Нет сильных морозов. Нет повреждений сосудистой системы веток верхнего яруса. Для регионов Урала и Сибири эти наработки теряют всякий интерес. И даже опасны. Первая черная зима ведёт повреждений веток верхнего яруса. Смотрите, фото 1.2. Что влечёт за собой повреждения сосудистой системы снижения иммунитета. И как следствие измельчание плодов на таких ветках с появлением различных грибных заболеваний, а то и рака. Вот вам и Урал и Сибирь. Для холодных регионов за основу берётся подвой. Выступающим донором морозостойкости всего дерева. И чем ниже расположен скелет на ветке к подвою, тем они более морозостойки. Чем ниже, а не чем еще, а чем ниже. А плоды более крупные, чем на верхушках веток. Плоды яблока по литру в этом году у земли были вдвое крупнее, чем на высоте 3 метра. Практически рита отлично у меня на садовом участке. Этот кусочек принадлежит к Латинкову, кусочек нашей статьи. Аналогичный ритрат у Пипина Литовского и у зимней красавицы. Прививка на Урале в Сибири на высокие штамба и скелетообразователь на высоте 1-2,5 метра для сладкоплодных, крупноплодных и особенно зимних культурных сортов нежелательно. И часто смертельно. Вот так вот. Это наш приговор того, что было сказано выше. Скелетные прививочные ветки после холодных зим имеют достаточно высокую степень подморозки. Повреждается и сосудистая система. После срастания с культурным приводом побеги не способны к дальнейшей полноценной жизнедеятельности. Пониженная морозокость подвоя и как следует ослабленный привод до первой холодной зимы. Привитый же в нижний ярус подвоя у поверхности земли привой имеют идеальные условия для вегетации и роста. Дальше наша общая фраза. Все положительные факторы налицо. Великолепная сосудистая система. Активный природный сезон. Прекрасная подготовка к зиме. Близость к подвою. Донор высокого морозокого дерева. Это важнейший момент. Крупные сладкоплодные плоды. Это не теоретические интернетские рассуждения, а реальный практический результат на сортноиспитательных участках Урала и Сибири. Смотрите фотографии. Подписи Латинко. Железу. А с криптом. Мы давно стараемся не высовываться из-за своего несогласия с наукой по всем остальным научным изысканиям. Но Николай Иванович прислал это в статью. Ну, а южные, кесеновники, что нам оставалось делать? Примечание. На фото только привитые деревья. Пропагандируй нами сибирский варятнишка штамповых деревьев. Дальше пойдут фотографии наши, его и мои. Мои и его. Значит, посмотрите сюда. Потом поймете, в чем прикол. Смотрите, дерево, которое растет в жесточайших условиях. Видите, на дальнем плане мертвое дерево. Вот, вон она, за моей головой лысая. Вот. Это жесточайший климат в степи. Голая, продуваемая степь. Вот. Это я тоже испытал. Вот так они выглядят. Вот. И сказать, что самая процветающая часть, это вот верхняя, я сказать не могу. Вот. Это тоже мое фото. Посмотрите внимательно. Какой надежнее. Посмотрели. А вот это ценнейшее фото. Тоже с моего сада. Посмотрите. Сейчас вы увидите, в чем прикол. Есть такое выражение современное. Итак, можно ли считать, что верхний ярус, вот он, вот он под самым небом. Что плоды самые крупные, самые вкусные, самые, у них лучше будут эти самые, потомства, то есть в виде косточек. Вот последнее утверждение, вернее предположение, может быть, они вырастут в самых же начальших условиях. Но даже здесь можно уже строить такие догадки. Вот здесь вот пониже, это склон. Более комфортные условия. Может они не испытали. То есть каждая косточка, это индивидуум. И давайте подумаем о том, что с них может получиться более роскошное потомство, зато менее морозостойкое. А выше потомство более морозостойкое, но менее культурное, менее вкусное, сладкое и так далее. Менее. Вот. То есть видите, как идет дифференциация. Не все, что вверху, хорошо. А хорошо, вверху одно, а внизу другое. Тут сладче, там морозостойче и так далее. Но это предположение. Ниже фото о настоящем северном садоводстве. Урал, Сибирь. Вот. Это фотография моя. Это так называемый, один из наиболее высотарских сортов. Вот. Антоновка. Так. Посмотрели. Просто пока посмотрели. Вот. Вот это Юрий Алексеевич Латинков с переделанным академиком. Подчеркиваю, переделанным. Вот. Просто, чтобы вы знали о человеке, который является моим с автором. Вот. Здесь вы видите персиковое дерево, которое вырастил я. Так. Вот. И сказать, что такое хорошо, что такое плохо, как у Маяковского, мы пока не можем. Вот здесь эту грушу посадил я. Посадил соседям. Это красный хутор. Это легко. Где? Тут слева мой участок. Вот. Причем сказал хозяйке. Вот. Попробуешь отрезать ветку хоть там, формировать под этим секатором. Отрежу этим секатором тебе пальцы. Она меня послушала. У меня целая серия таких фотографий моих соседей. Вот. Я заработал славу. Прежде всего в хуторе не позорился. Вот. Видите? А теперь скажите, стоит ли культивировать дерево, которое растет вверх. Там, где мороз и солнце, день чудесный. Там, где ветра и прочее. Вот. Вот так выглядит мой питомник. Вот. Вот так выглядит абрикос серафим. И я начал... Теперь вот тот самый прикол есть. Скажите, ветка росла, росла себе вверх. И вдруг в какой-то момент она под угрозом рожая наклонилась и теперь растет вниз. То есть вы теперь вот эту, раз уж так четко разделили, что верхний ярус самый лучший, средний чуть хуже, нижний еще хуже. Вот. Со своими характеристиками там. Качество листьев, качество ветки, качество коры, качество... Вы все упомнили, и кору, и даже пробку, и упомнили эти, вернее не вы, а не тот, кто автор статьи, а на кого ссылался, на молдаван. Вот. И прочее качество, в том числе и качество плодов, и качество косточек. Вот эта ветка, которая наклонилась вниз. Куда ее теперь отнести? Вверх или вниз? Но уже не вверх. Вверх вы уже видели, кстати. Я вам показывал. Ну, там поняли, да? Вот. Особенно, когда достаточно голое место. Вот это вот. Видите? Тут уж никак не поступает противоречие со статьей. Смотрим дальше. Не все. Ой, не все. Ой, не все. Вот. Итак. Уже появляются, как бы сказать, наметки того, что уже верхний не самый лучший, остается нижний или средний. Видите? Вот. Уже не то. И тогда получается, что все эти исследования, вот, абсолютно не годятся для севера. Я в то время подбирал фотографии, ну, по принципу, это уже все они вниз смотрят. Видите? Все вниз. Вот. Вот еще одна. Вот он любуется на них, да? А там чем выше, тем они мельче. А не наоборот. Вот. А это теперь уже моя. Наверное, вот так всегда бывает. Те еще растут вверх. Часть веток уже наклонилась вниз, даже обламываются. Вот. И, наверное, все-таки средний ярус находится в наиболее благоприятном положении. Нижний, видите, тут позже созревает. Но это еще год на год не приходится. Они же не только созревают позже, они нижние ветки зацветают позже. А потом смотришь, здесь все голо, а внизу ли эти самые, внизу цветут. А бывает наоборот. Верхний уже отцвели, мороз ударил запоздавший и убил цветы нижние. Что направится в вывод? Ну, правильно. Должен быть и верхний ярус, и нижний, и средний. Вот. Теперь все-таки надо решить о потомстве. То, что плоды нижние, это вот только уж самые нижние, вот здесь в тени, они уступят по качеству. Но самое ценное, это все-таки серединка, самые вкусные плоды. Вот. Еще один пример такой, видите. А вот еще. Это вишневолочь в кустовидной форме. Вот. Вот яблони, которые не дожила, а дожила до зимы. И даже не успела... Ну, такие яблони мне не погибают все-таки. Вот. Вот это интересный момент. Вот это интересный момент. Видите? Посмотрите внимательно. Вот. Если тут приглядеться, то вот эта солнечная сторона, вот она. Ярко... Самые яркие плоды я снимал со стороны солнца. Я ставил спиной к солнцу. А те уже чуть-чуть отстают, чуть-чуть бледнее. И даже, может быть, даже мельче. Вот. Тогда надо еще один фактор вводить. Нельзя так однозначно говорить, верхний ярус лучше. Нет. Солнечная сторона лучше. И тут уже зависимость меньше от этого. Вот. Посмотрите на это обильное выражение. Вот. Это ветки росли когда-то вверх. Годом двумя раньше. Урожай их уложил. Как их считать теперь? Это верхний ярус или нижний? А? Вот. Видите? Вертикальная ветка. Вот она сохранилась одна. Как каким-то чудом под урожаем не наклонилась. Все остальное склонила голову под урожаем. А вы знаете, что это означает? Это инстинкт тоже. Инстинкт. Оно росло-росло. Потом после урожая, а ветки уже не выпрямятся. Разве что немножко. Вот это уже решает не мы, решает за нас природа. Вот. Еще один такой пример. Видите? Вот еще пример. Посмотрите, что делается. Ветки лежат на земле. Видели? Вот это мой амур. Вот. Ну, кто бы спорил, что если он морозостойкий, надежный, солнца хватает, зима не была критическая, заморозки, весенние не убили цветы. И получилось так, что, ну, сказать, что верхние ветки обильно плодоносят нельзя. Которые обильно плодоносят, они склонили головы. И теперь они совсем не эти. Их нельзя назвать верхним ярусом. Они до земли склонились. Обратите внимание. Насколько все условно. Вот. И жигулевская. Вот. Я считаю, что самое лучшее, это все-таки, это средний ярус. Мне так кажется. Уже складывали. Не самый низ, не самый верх. То есть я человек без крайностей. Вот так вот. Здесь тоже самое. Ни за что не скажешь, что эти яблоки, они были средний ярус, но они уже практически на земле лежат. Еще вот такой пример. Еще пример. Так, ну девушку не глядите, глядите на абрикос. Вот. Еще пример. Вот. И вот эти больше всего мне нравятся. Но можете бы сказать, что именно эта слива, именно эта, она вверх не собирается расти. Вот. Мы когда обсуждали эту статью с Юрием, да, с этим, с Латинковым, мы как посмотрели. Действительно, ни слова привитые, не привитые, а привитые такие уроды. Потому что почка берется с боковой ветки, выживляется, желательно у самой земли, как мы считаем. И она растет, не повторяя форму сеянца. Совершенно не повторяю. А потом получается вот такое чудо. Хорошо успеваем подставки, когда ставим. Тут никакие-то законы не действуют. А сеянцы нас не интересуют. Мы живем в Сибири. А у нас лучше сады в России. Вы скажете, не согласны? Вот вам еще пример. Вот еще пример. Чуть-чуть еще, чуть позже скажу именно про формировку. Еще пример. Вот. Привать надо у земли. Это должен быть закон. Вот полюбуйтесь. Это Доскобилов. Завтра приедет, поедем его в черенки резать попросил. Кстати, чтобы знали, сегодня 24 февраля 21 года. Посмотрите. Теперь, наконец-то, мы возле сеянца. Видели? Вот он. Наконец-то возле сеянца. Здесь ярко выразился. Верхний ярус. Вот он. Наверное, там не самые жирные плоды. Не самые. Вот если бы кто-то сделал здесь анализ. Там сахар и прочее. Вот. Сколько сухого вещества. Не самые. Скорее всего, средний ярус. Да, он больше всего солнцем пропитан. Но он больше всего и морозом, и ветром пропитан. Понимаете? Для селекции, может быть. То есть, никогда не видел и не увижу, что вот эти верхние крупнее тех, которые расположены ниже. Им меньше достается влаги. Я имею ввиду, влага от корней. Питание от корней. Меньше. Вот. Они не могут быть более крупными. А вот более морозтойкие, да, тут я согласен. То есть, не надо противоставлять один ярус другому ярусу. Вот это интересное дерево, да. Вот. Вот, пожалуйста. Смотрите внимательно. Если вы внимательно посмотрите, вы увидите, что это дерево. Это сувенир востока, слива. Я называю царицей моего сада. Вот. И тут, может быть, на фоне зеленого плохо видно. Вот они, урожай. Вот она уровня головы. Дальше пошли ветки. Смотрите. Видите. Вот. Весь урожай сразточился тут. Вот. И это моя, это самое, идея. Значит, берешь дерево. Если пересаживаешь, половину отрезаешь. И фактически уничтожаешь природную, генетически заложенную вершинку, это самое, верхний ярус. Остается средний, видите, перед вами. Вот. Обратите внимание, что здесь была отрезана. Это так называемая чешевидная форма. Не то, что специально делал. Она по-разному может быть. Сколько деревьев, столько форм. Вот. Ну, сейчас вы видите, что у нас еще несколько минут есть. А здесь мы как бы закончили. Давайте мы с вами заглянем вот сюда. Знаете мы где? Мы с вами в фотогалерее. Вот эта фотогалерея, в тех фильмах мы уже как-то более-менее проскользили. И первый вопрос. Имели моральное право спорить с такими авторитетами. Вот. Как, например, настоящий персональный ученый с Молдавии. Вот. И вообще с Урала, который это... На какой-то момент был намного и мне авторитетнее. Значит, имел право... Если бы вы сейчас рядом, имел бы право не соглашаться со мной. Он имеет право. Вот. Ну, допустим, 215, 215. Ну, допустим, вот эти фотографии. Вот. Сейчас я их просто пролистаю. Ну, вот какой это ярус. Ведь ветка-то была вертикальная. Вот. А сама природа сделала так, как... Сейчас, как вы видите. Еще. Еще. Вот. Еще. Еще. Сейчас надо найти характер. Вы знаете, это редкий случай в России, когда есть сад настоящий. Не нарисованные в этих сайтах. Около двухсотых мы фотографии украли. Около двухсот. Это рекорд. Ему надо в рекорд... Книгу рекордов Гиннеса. Чтоб весь мир знал, что мы состоим из одних мошенников. Содовый мир почти из одних мошенников. Я имею в виду торговлю. Вот он вертикальный. Я в первой серии показывал. Вот он вертикальный побег. Так что я считаю, противопоставлять нельзя. 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 Мне кажется, что самые яркие фотографии все-таки не пятнадцатого года, а вот, наверное... Видишь, интересный. Сейчас взять, кто такой прикол устроит. Показать вам только те, которые украдены. Сейчас. Которые красуются на чьих сайтах, и люди думают, что они... На самом деле, это все вырастили. И мой совет всем и всюду. Мы уже разговор практически закончили. Мой совет всем и всюду. Ради Бога, умоляю вас, друзья. Вот. Каждый раз, когда вы хотите что-то заказать, и видите рисунки, видите колонновидные, колонновидных этих абрикосов, слив, груш, вишен, черешен, персиков, на природе нет ни одного. А так как их нет, их рисуют или делают, так называют, эти самые особые, как их называют. Вот. Всегда спрашивайте, покажите сад. Вот видите, что тут делается. Покажите сад, покажите сад. Вот с этого начинается англор. Вот. А потом, как вы сказали, у нас нет фотографии сада, это мне сказали. Потому что нам некогда было сделать фотографии. Вот. Вот такие дела. Вот эту фотографию украли добрый десяток. Это когда вишню пытаются продать. Вот это Сережина шорт и майка железового продавца, саженца, моего сына. А фотография с его рукой красуется в интернете. Вот такие дела. Вот эта фотография красуется в интернете. В ныне уже не написано, что она. Вот. Вот так я стал знаменит. Вот таким вот образом, друзья. Вот. Вот эта фотография красуется в интернете. Пойдём дальше. Вот эта фотография красуется в интернете. Популярная очень. Это, кстати, Серафим. Вот. Спрашивайте, где их сад. Вот эта фотография красуется в интернете. на пятидесяти этих самых. Самое смештое, когда вот эта красуется, а это моя линейка фирменная, ее не спутаешь. А им по барабану. Вот эта очень популярная. Ее выдают за колонну. Вот. Вот эта красуется. Это все легко проверяется, кстати сказать. Я каждый раз показывал сайт, и тут же свою фотографию отсюда копировал. Говорю, вот любуйтесь, где настоящие настоящие этот самый. Так я еще пропустил черные абрикосы, ну ладно. Вот. Еще посмотрим. Еще посмотрим. Еще посмотрим. Вот это вот тоже машинники. Фотография. Это линейка моя, а она красуется там. Вот эта фотография красуется в интернете. Вот с девушкой нет уже. Вот. Это посчеснялись. Вот это красуется. Мой амур. Вот это красуется. Вот это само собой. Самая популярная. Не меньше 30 сайтов я украли. Я не могу понять. Она не выделяется из моих ничем. Абсолютно ничем. Вот есть поярче. Нет? Все равно. Представляете? Все равно. Вот это красуется. Это сказали, что я мошенник. Что это неправильно. Вот. Что таких абрикосов в Сибири не бывает. А сказали. А вот вам доказательство. В руках у моей супруги якобы мелкие абрикосы. Вот. И это послужило основанием заподозрить в обмане. Вот это вот популярнейшая фотография. Запомните ее. Ох. Это тоже красуется. И это красуется. Вот. Это тоже красуется. И это красуется. Почему? Потому что это есть черные абрикосы. Пусть они с виду не совсем черные. Вот такие дела. Это я... Ох. Не найдено. Значит что-то я тут... Что-то я тут... Прошли годы. Ну вот результат. Ну, показал он примерно в третьей части, что у меня... Ну, мягко говоря, присвоили. На этом мы заканчиваем разговор. Возвращаемся мы немножко назад. Наверное, мы вернемся обратно. Обратно в начало самое. У меня осталась ровно одна минута для разговора. Итак. Значит, разнокачественность Семен Плодовых. Подтверждаю. Разнокачественные. Вот самое... Можно считать... Лучше всего так же, как я черенки учу. Но как срезать с... С черенками проще. Там я пишу. Солнечные стороны. Самые длинные ветки. Прирост последнего года. А вот семенами тут сложнее. Да, я могу повторить, что если семена умудряются вырасти, вызреть там, где дерево наиболее... Оно имеет... Мы их условно на три яруса разделили. Значит, они имеют три разных условия существования. И, наверное, абрикос, абрикос, рознь. Плоды и косочка, косочки, рознь. Вот. И все-таки, я считаю, лучше всего середину брать. Для селекции верхнюю часть. Только для селекционеров. Все. Наше время и стекло. До свидания, друзья. Продолжение следует...